Добрый день! Прошу садиться. Сегодня 19 сентября 2019 года, время 11.07. Судебное заседание было открыто. Верховным судом Республики Абхазия рассматриваться в открытом тюрьме заседания административно-исковое заявление кандидата президента Республики Абхазия ЦИНЕК, Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, о признании незаконным и недействительным в решении Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия 9 сентября 2019 года, протокол номер 21 о битоках выборов президента Республики Абхазия. Что я могу сказать? Я могу только выразить сожаление, что Верховный суд Республики Абхазия не сочел важным участием уполномоченного по правам человека и в таком важном, имеющем особое значение для Абхазии деле. Я считаю, что мое участие уполномоченного по правам человека в этом деле, оно только бы продемонстрировало приверженность Верховного суда Республики Абхазия принципом объективности, беспристрастности и, самое главное, принципом уважения прав человека. И я, как уполномоченный, ни в коем мере не представляю интересы, ничьи интересы. И вообще я хочу, чтобы все понимали, что уполномоченный по правам человека вообще не представляет интересов граждан, а задача уполномоченного предотвращать и способствовать защите прав человека в Республике Абхазия. Поэтому я хотела бы на это особо обратить внимание. И поэтому, когда я обратилась с заявлением в Верховный суд, я рассчитывала, что Верховный суд понимает, что уполномоченный не может защищать интересы или представлять, правильно сказать, представлять интересы. И в связи с этим я бы полагала, что Верховный суд сочтет важным участие полномоченного. Во-первых, я бы хотела, чтобы наша общественность тоже знала, что уполномоченный все-таки предпринял ряд мер необходимых, чтобы предотвратить вот такое нарушение закона избирательного законодательства Республики Абхазия. Потому что за несколько дней, за два дня буквально до дня голосования вдруг появилась информация, что есть некое соглашение между кандидатами в президенты о том, чтобы не считать голоса против и не учитывать их в подсчете голосования. И понимая, что это серьезное нарушение активного избирательного права граждан Республики Абхазия, я как уполномоченный сочла необходимым провести некие консультации с председателем Верховного суда, прежде всего с председателем ЦИК, с председателем Верховного суда и с председателем Конституционного суда, потому что я знала, что председатель ЦИК обратился с просьбой разъяснить некие статьи закона, вот в частности статья 19 закона о выборах президента Республики Абхазия. И я поняла, что возник какой-то вопрос, возникло вопрос считать эти голоса. И поскольку статья 19 однозначно написана, там нет двух чтений, просто эта статья состоит из гипотез, и без этих гипотез диспозиция не может действовать. Поэтому вот эта норма только при условии, что вот там есть такое понятие, как при условии, если кандидат число голосов, отданных против, не превышало числа голосов за. Это стало вот самым серьезным камнем преткновения. Если председатель ЦИК сегодня говорит о том, что он не знает, как подсчитать завтра, в конце дня голосования бюллетене, это уже вот такой серьезный тревожный звонок был. Мы все понимаем, что есть закон, если мы отходим от закона, это говорит о том, что те, кто это делает, они ввергают общество в серьезный конфликт. Потому что сегодня единственным вершителем это может быть закон. Они и здесь не должны преобладать какие-то интересы, какие-то интересы там, не знаю, у кандидатов в партии и так далее. Есть у нашего избирателя, у избирателя, у граждан Республики Абхазия, одна главная задача, и вообще не то, что задача, это один интерес, чтобы в этой стране верховенство закона преобладало над всеми интересами. Чем было мотивировано мое участие в этом деле? Тем, что я считала важным сказать суду, что недопустимо игнорировать голоса против всех. Дело в том, что эти люди пришли на выборы. Люди, которые проголосовали против всех, они выразили свое отношение к кандидатам. Они сделали вывод, могут ли они управлять страной в следующие пять лет, способны ли они или нет. И получается, что не посчитав эти голоса, не отразив на итогах голосования, ЦИК проигнорировал самое главное право людей и участвовать в управлении страной через выборы. Придя на выборы, голосуя, делая свой выбор, таким образом осуществляется власть народа. Только через выборы мы можем сегодня реализовать это право народа и реализовать власти народа. И получается, что ЦИК решил, кто может осуществлять эту власть, лишив граждан Абхазии части, тысячи людей, лишив права участвовать в управлении страной. Вообще демократический выбор, смысл демократических выборов в том, чтобы воля народа определяла курс, политику государства. Именно народ определяет, каким должно быть следующие пять лет государства. И поэтому и смысл выбора в том, чтобы вот через выборы дать эту возможность народу. Это с другой стороны, это такой молчаливый, молчаливый контроль народа. Это с другой стороны, это такая возможность, таким образом власть отчитывается через выборы, да, вот перед своим народом. Люди делая, голосуя, они говорят, своим выбором они демонстрируют, справилась ли власть с теми обязательствами, которые она на себя взяла. Поэтому тут только приходится выразить сожаление, что все это я не смогла донести сегодня до суда. Я думаю, что, конечно, обо всем этом мы будем говорить. Но самое главное сегодня, что может, самое главное, чтобы решение суда было законным. Только это может предотвратить от какой-либо эскалации напряжения в Абхазии. Если суд не будет руководствоваться буквой закона, а какими-то иными, да, вещами, то это чревато для Абхазии.